Привет! С вами Корней. Сегодня я расскажу вам, как можно было бы сделать человечество лучше и добрее генетическими методами. В наших клетках содержится двойной набор хромосом. Половину мы получаем от отца. И половину от матери. Но в половых клетках набор хромосом не двойной. Происходит это следующим образом. При делении хромосомы сначала меняются местами. Затем расходятся. И образуются две половые клетки. Например, два сперматозоида. Гены, из какого сперматозоида будут участвовать в оплодотворении, зависит от случайности. 50 на 50. Всё зависит от того, какому сперматозоиду больше повезёт. Это в обычном случае. Это в обычном случае. Но учёными было открыто интересное явление. Меотический драйв. Они обнаружили это у мышей. В одной из хромосом располагается ген Т. На самом деле, в каждой хромосоме располагается множество генов. Надеюсь, вы это помните. Вот в одной из хромосом располагается ген Т. Как он действует? Сперматозоиды с геном Т начинают выделять яд. И этот яд травит сперматозоидов, которых гена Т нет. В результате, ген Т имеет не 50 на 50 шансы оплодотворить яциклетку, а практически 100%. Такой ген должен распространяться в популяции как лесной пожар. Он должен всё заполнить. И так бы и было, если бы ген Т не обладал вредными качествами. А дело в том, что ген Т делает мышей болезненными. И иногда даже приводит к смерти. Только это и сдерживает его безудержное распространение. Но даже несмотря на свою вредность, он всё равно распространён по всему земному шару. Он присутствует в популяциях всех мышей. И в каждой популяции примерно 10% мышей его носители. Учёные нашли аналогичные гены в других животных. И эти гены вовсе не обязательно несут вред организму. Чаще всего они нейтральны. И в таком случае они действительно распространяются по всей популяции. Каким образом мы можем это использовать для улучшения человечества? Дело в том, что учёные считают, что альтруистичное поведение на 80% зависит от генов. То есть есть гены, кодирующие альтруизм. И вполне возможно, ген Т совместить с геном альтруизма. Или с несколькими генами. И тогда гены альтруизма будут распространяться. Они заполнят весь земной шар. Каким образом это можно сделать? Ну конечно нельзя переделать уже взрослого человека. Но ведь существует искусственное оплодотворение. Вполне можно провести такую операцию с яйцеклеткой или со сперматозоидами. И путём искусственного оплодотворения получить ГМО человека. Если такого ГМО человека выпустить в человеческую популяцию, то все люди неизбежно превратятся в альтруистов. Если выпустить одного такого человека, то понадобится примерно 750 лет. Чтобы все люди на земном шаре стали альтруистами. Это метод можно считать своеобразным приёмом Евгеники. То есть улучшение людей. Но он намного гуманнее, чем обычные приёмы Евгеники. Потому что никого не нужно ограничивать в правах. Никого не надо истреблять. Никому не надо запрещать размножаться. А тем не менее, человечество будет постепенно становиться лучше и добрее. Конечно, возникает вопрос. Не могут ли какие-то люди воспользоваться этим методом для злых целей? Это маловероятно. Можно сказать просто невозможно. Например, не станет же жадина размножать жадину. Жадному человеку, наоборот, выгодно, когда вокруг него люди добрые и щедрые. И злой человек не будет размножать злых. Ему намного выгоднее, чтобы его окружали миролюбивые люди. И конечно же, одно государство не будет применять это как оружие против другого государства. Допустим, совместив с аналогичным геном какие-то физические недостатки. Потому что, как я уже сказал, это распространится по всему земному шару. Просто невозможно поставить барьер. Пострадают все. И поэтому никто этого делать не будет. Будет ли подобное когда-то сделано? Я думаю, что да. Ведь то, что может случиться, рано или поздно случается. С вами был Корней. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok